Привет, друзья! Меня зовут Алиса Пыш, сегодня на повестке дня у нас снова D&D. Я подумала, что пришло время познакомить вас со своими D&D персонажами. И начну я, конечно, со своей любимицы, с которой мы прошли вместе целую компанию длиной в год с хвостиком. Вместе плакали, вместе радовались, вместе побеждали, вместе проигрывали. Короче, знакомьтесь, Тина. Моя Тина Либертин родилась в Восточной Бали. Краю плодородных земель, рыжих тыкв, высоких подсолнечников. Вообще, болицы — это очень близкий к земле народ, они отличные земледельцы. Но лично Тине пахать в полях приходилось нечасто, если не сказать совсем не приходилось. Потому что её семья считалась богатеями по местным меркам и содержала ряд теплиц, в которых выращивала всякие травки, редкие, экзотичные, для специй, а также штучки-дрючки для кручённой алхимии. И потом продавала все эти ингредиенты другим герцогством, а также в академию. Но саму Тину подпускали к семейному производству с большой неохотой. Потому что она подходила к делу всегда с открытой душой, со всей душой. И переливала всё, что можно перелить, и пересушила всё, что можно пересушить. Так что на практике, как земледелец, она была так себе. И, соответственно, Балийкой была не самой лучшей. И вот тут, наверное, нужно подробнее рассказать про расы и вообще про мир. Это не совсем классический Дин Ди. Мир называется Дуэдем, и это хоум-брюшная вселенная нашего мастера. И главная фишка этого мира в том, что расы здесь, каждая раса, произошли от каких-то животных. То есть, например, как мы произошли по Дарвину от обезьян, так же и тут. Только в Дуэдеме повезло не только обезьянам. Например, есть догийцы, как, наверное, уже понятно из названия, пёсья раса. Такие, отличающиеся в верности своей империи. Очень преданные, дисциплинированные бойцы. Очень умные и очень опасные. И есть котийцы, мужчины и женщины-кошки. Очень ловкие, цепкие и обаятельные. За ними в Дуэдеме закрепилась репутация отменных убийц. Драгоны — самая отстраненная и таинственная раса. В них течет кровь драконов. И обычно они выбирают путь магии. Также есть райвены, которые произошли от птиц. И многие из них могут похвастаться крыльями. Эйпманы — это прям человеческая раса, которая получилась из обезьян. И болицы, или как их еще называют, булы, быки. Такие крепкие, хлебосольные, немножко простоватые, которые сначала с тобой поговорят, выпьют, и только потом зарядят тебе кулаком в нос, если заслужил. Все расы так или иначе имеют гуманоидную форму. Причем вот эти животные признаки, они могут как проявляться внешне, так и не проявляться вовсе. Ну то есть, например, у райвенов могут быть, как я уже говорила, крылья. У эйпманов подвижный обезьянний хвост. А ушки у кошки-жены и все такое. У некоторых болицев вырастают рога, но Тина не из тех, у кого присутствуют внешние расовые признаки. Зато, как любой болиец, она выносливая и сильная. Там, по-моему, плюс два консте. А также все болицы имеют сопротивление к ядам и болезням. И каждый уровень получает одну бонусную единицу к хп. Максимальному. Бэкграунд у Тины называется бьюти. Это хомбрюшный бэкграунд. Мне его нашел мастер. И он невероятно подходил Тине. Потому что в начале истории Тина не блистала какими-то особыми талантами. И всегда выезжала на своем очаровании и красоте. Потому что она такая... Пышущая жизнью и здоровью. Такая вкусная, красивая, девятнадцатилетняя девица. С такой прямой, бронебойной харизмой. Харизма это вообще ее основная ставка. Как вы видите в ее статах. Да, я сумасшедшая и веду D&D журналы. Возможно, однажды я вам его даже презентую. Харизма это ее все. И не даром она у меня бард. Но и постоять за себя она может. Девица очень отважная. Ей приходилось давать отпор из-за своей внешности многим. Поэтому она может приложить как кулаком, так и мечом. И выросла она у меня в барда коллегии доблести. Которая и песенку спеть может, и косточки переломать по потребе. По характеру Тина очень живая. Она участвует во всех событиях, которые происходят вокруг нее. Она всегда в процессе. И иногда ее может быть даже немного-много повсюду. Но она очень чувственная, чувствующая и эмпатичная. Она считает, что к каждому можно найти свой подход. И да, она из тех бардов, которые очаровали дракона. Тру-тру-стория. Я выкинула двадцатку на чек по харизме. Но там не было никакого аналог карнавала. Там все было очень логично, уместно и правильно. И я, наверное, даже однажды расскажу эту историю. Прям шикарно было. Тина, на первый взгляд, простоватая, но на самом деле очень глубокая. Она легкомысленная, но в то же время не глупая. А даже хитрая где-то. То есть устроить какую-нибудь подлянку, подслушать, подначить. Это про нее. Но также она очень поддерживающая. Она пытается участвовать в жизни своих друзей. Насколько это вообще возможно? Она очень такая отдающая. Она с восторгом смотрит на мир, но из-за того, что она начиталась романов любовных и рыцарских, она очень романтизирует и путешествия, и вообще войну. Мы с ней вместе прошли достаточно такой долгий, трудный путь становления. От девочки в розовых очках до владычицы пустоты. От давайте я вам спою похабную частушку до «Слушайте, я видела столько страха и боли, что мне не хочется о них петь. Давайте лучше частушку». Но все ее страдания она собрала уже в самом путешествии. А в предысторию у нее вообще не было никаких трагедий. Счастливое детство, любящая семья, которая ее баловала, прекрасные братья. Она училась в Академии на Барда спокойно и весело. Правда, в Академии все над ней смеялись, потому что как музыкант, певец и автор она была достаточно бесталанной. И поэтому ее лучший друг посоветовал ей отправиться в странствие, чтобы набраться собственного самостоятельного опыта, вдохновения и историй. Ну и плюс она еще хотела найти лектора Барда, который ее обучал. Он являлся параллельно еще и автором серии любовных романов и пропал, так и не дописав последнюю книгу. И Тинни очень хотелось узнать, чем же все-таки закончилась история. Поэтому она очень надеялась его найти в своих странствиях. Кстати, возвращаясь к любовным романам, она настолько их любит, что пытается из реальной жизни сделать что-то вроде романа. То есть она видит, как два сопартийца ненавидят друг друга и постоянно там колкости друг к другу делают, всякие оскорбляют. И она просто такая... Это просто невыраженная сексуальная энергия. Дружитесь. Так, с трепещущим сердцем, она и отправилась в свое первое путешествие, где встретила своих сопартийцев, друзей и даже будущего мужа. Правда, закончилось все это очень неожиданно, особенно для нее. Но это уже другая история. А пока обнимаю мир и желаю вам захватывающих приключений. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok